Всем привет! Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Ответы на вопросы». И для тех, кто еще не смотрел на эту рубрику и не видел наше первое видео, хотим мы сразу ответить на самый первый вопрос. Откуда же мы берем ответы на вопросы, касаемые ВНЖ и так далее. Все ответы мы берем с официальных источников, анализируя сайты официальных управлений и уже прирабатываем и даем ответы вам. А некоторые вопросы исходят из нашего опыта, который мы уже пережили. Ну что, начнем? Вы на канале Трэпи Спейс. Меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали! Про дату рандеву. Так, вопрос. Когда приходит дата рандеву после заполнения и отправки анкеты? Срок назначения даты рандеву до 90 дней. На телефон, указанный в анкете, придет смс, где и будет указана дата и время рандеву. Смс может прийти как в день отправки анкеты, так и в любой день в течение 90 дней. Все зависит от количества заявок и выстраивания очереди из заявок. Дата назначается системой в порядке очереди. Нам вот, например, при первичном БНЖ в марте смс пришла в день отправки анкеты. Буквально сразу же, как только отправили, в течение пары минут она и пришла. А при подаче на продление прошло больше месяца, прежде чем мы получили долгожданное смс. Поэтому не следует волноваться, если вы отправили уже анкету и прошло 4-5 дней, у кого-то неделя, и вы начинаете переживать, почему нет даты. Это нормально. Просто ждите. Следующий вопрос. Может ли отменить мою заявку на БНЖ другой человек? Это был очень сложный вопрос и неожиданный. Да. При уже заполненной анкете на сайте ГЕЧ и отправленной заявке, и даже при получении даты рандеву, появляется кнопка «Отозвать заявку». Так вот, если ее нажать, уже имея дату рандеву, то приходит смс-подтверждение с кодом, который нужно вводить в поле. Так же, как и на первом этапе заполнения анкеты. Поэтому, если за вас заполнял заявку кто-то другой, то отменить ее самостоятельно этот человек уже не сможет. Только если у нее нет доступа к вашему телефону. Ну да. Про нотариуса. Так, про нотариуса. Какие документы нужно заверять у нотариуса? Заверять у нотариуса необходимы следующие документы. Копии своих паспортов, копии паспортов собственника квартиры и сам контракт аренды. Свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей с апостелем заверять не нужно. А если свидетельство о браке и свидетельство о детей легализированы на территории Турции, то они уже заверены. Про продление ВНЖ. Так, вопрос. Вкладывать в папку нужно новый договор аренды или прошлый? Вкладывать нужно договор аренды с актуальными датами. И справку о прописке. Называется она здесь адрес КАИТ. Старый ваш договор уже никого не интересует. Так, следующий вопрос про продление ВНЖ. Будут ли учитывать даты аренды квартиры при одобрении срока ВНЖ? Нет, при продлении ВНЖ даты аренды квартиры уже не смотрят. Будут учитывать срок страховки, на даты которой и будут опираться. Следующий, про договор аренды. Если в квартире нас проживает несколько человек, то договор аренды составлять на каждого человека свой. В один контракт необходимо вписывать всех проживающих в квартире. У нотариуса контракт брать на каждого члена семьи. Например, вас двое, то и контрактов два. И эти контракты совершенно идентичны. И каждый экземпляр вкладывается в папку каждого претендента на ВНЖ. Даже если вы члены одной семьи. Ваши папки все равно подаются отдельно. У каждого своя папка со своим комплектом документов. Так, следующий вопрос про договор аренды. Какая сумма должна быть указана в контракте аренды квартиры? В контракте должна быть написана реальная сумма платежа, которую вы вносите. Если вам предлагают заключить контракт, в котором указана сумма меньше реальной, то есть меньше той суммы, которую вы оплачиваете и которую вам озвучивают, то значит, собственник занимается незаконной деятельностью и пытается уйти от налогов, заключив с вами черный контракт. Это опасно в первую очередь для иностранца, так как в этом случае такой недобросовестный собственник легко скажет, что вы ему ничего не платили сверх той суммы, что указано в контракте. И можете начать требовать деньги. Требуйте, чтобы в контракте была прописана правильная сумма. Либо ищите другую квартиру. Следующее про паспорт. При оформлении документа, в какой паспорт мне использовать? Внутренний моей страны или загранпаспорт? Находясь в Турции, да и в любой другой стране, про внутренний паспорт своей страны сразу забывайте. Теперь ваш документ личности это загранпаспорт. И никакой другой. И все действия на территории другой страны, не вашей родной, осуществляется только с ним. Оформляется ННН, оформляется сим-карта, обращается в консульство, покупается билет в третью страну и так далее. Про аренду квартиры. Тут такой вопрос, который многие задают. Можно ли найти квартиру с помесячной отплатой? Но здесь ответ скорее нет, чем да. Местные не хотят связываться с иностранцем, который не хочет платить сразу за 6 месяцев. Связано это с турецким законодательством. Собственники боятся нарваться на неплатежеспособного иностранца, который оплатит месяц квартиры, а потом неизвестно, сможет ли дальше платить. И трясти деньги с него никто не хочет. Уже в который раз повторяем, что это все связано с турецким законодательством. Здесь защищен арендатор, чем арендодатель. Некоторые собственники идут на условия оплаты за 3-4 месяца сразу, а через этот срок еще за 3-4 месяца сразу. Но таких очень мало. Даже очень мало. Да-да, не удивляйтесь. Поэтому, если вам предлагают такие условия, то совет, хватайтесь за такую квартиру. Многие же вообще хотят сразу же за год вперед. Если боитесь отдать деньги, а ВНЖ не получится, то пропишите в контракте возврат средств за непрожитые месяцы в случае отказа ВНЖ. И все, проблема будущего. Следующий вопрос. Легко ли арендовать квартиру при наличии домашнего питомца? В общем, это несложно. Нужно потратить только чуть больше времени на поиски такой квартиры и внести больше депозитов. А иногда и депозит даже не меняется, чем было бы без питомца. Поэтому это не является значимой проблемой в Турции. Да. У нас, кстати, несколько было таких людей, которые просили помочь им в поисках квартиры, и они были с домашними питомцами. Один был с двумя котами. И проблем никаких не возникло, кстати. Пришлось, конечно, риэлтору Савашу немножко поуговаривать, владелицу квартиры. Но это было недолго. На сегодня это все. В следующем видео ответим на другую группу вопросов. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ответ на волнующий ваш вопрос. А пока поставьте палец вверх, если видео показалось полезным. Письма, вопросы, предложения пишите в комментариях и на почту. Адрес почты вы увидите под видео и перед вами на экране. А также в описании найдете наш сайт, куда можете всегда обратиться с просьбой о помощи в поисках квартиры под аренду или под покупку, а также в сопровождении в оформлении в ЛНЖ. Кто находится в таком вот стрессе и панике, и кажется, что он сам самостоятельно не справится, и ему бы желательно какая-то помощь в сопровождении. Мы можем это сделать. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией. Супер спасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!